Всем привет! Это Усаги Эдзимба. Защитник слабых, борец со злом, гордый самурай и кроник. Я впервые узнал об этом персонажа из мультсериала про черепашек-ниндзя, но про него есть отдельный комикс, и его на русском языке хочет издать мой хороший друг, коллекционер и владелец издательства Рамона Руслан Кубьев. Сейчас на... Серия Фэйт одна из самых обширных франшиз среди всего аниме. Со всеми её играми, аниме, мангой, ранове, визуальными новеллами, спин-оффами. Это, пожалуй, одна из самых устрашающих франшиз для любого, кто захочет с ней познакомиться. Какое-то время назад я снял скетч под названием «Попытка понять серию Фэйт», основанный на том, насколько непонятно она выглядит со стороны. И сатира с сатирой, но в основу легли множество реальных разговоров, состоявшихся у меня с фанатами Фэйт, которые пытались объяснить франшизу новичкам. И каждый раз, когда это случалось, я слышал «Тебе длинную версию или короткую версию?» И все просят короткую версию. Но даже короткая версия для постороннего кажется запутанной кучей информации. Я просил рассказать короткую версию. Это короткая версия. И с тех пор, как я снял тот ролик, хотя никто об этом не спрашивал, я задавался вопросом. Как выглядит длинная версия? Франшиза «Фэйт» завораживает меня. Созданная Киноку Насу, она началась с одной эротической визуальной новеллы и превратилась в многомиллиардную франшизу, в которую входит столько всего, что с ума сойти можно. Только гляньте на всю эту фигню! Вы видите, как их много? Никак не меньше пяти! Поэтому очень просто забыть, как и почему у неё изначально появились фанаты. Многие новички даже забывают спросить, а о чём, собственно, Фэйт? Спокойно, я поясню. Замысел вращается вокруг магов, которые могут призывать героических духов из реальной истории или легенд для сражений за мифический Святой Грааль, исполняющий мечты, в так называемой «Войне Священного Грааля». По сути, толпа магов тратит все свои вибаксы на организацию королевской битвы в стиле Фортнайт, Type-X Legends или ёбаных голодных игр в Майнкрафте между вашими любимыми людьми из истории и легенд, чтобы устроить ультимативную схватку ультимативной судьбы. Надеюсь, мои зрители не слишком молоды, чтобы не понять эту отсылку. А «Война Святого Грааля» — это, по сути, когда нас утакой. Можно заканчивать видео, это всё, что вам нужно знать. Однако бэкграунд и лор вселенной «Фейт» невообразимо глубже вышесказанного. Настолько, что все спин-оффы, аниме, манга, ранабе, действия их всех разворачиваются в единой вселенной. Всё занимает своё место в хронологии. То же касается и других работ НАСУ. Вместе они составляют масштабную вселенную, известную как «Насуверс». Знаете, что казалось мне хорошей идеей? А что, если я попытаюсь объяснить всю хронологию «Фейт»? Ключевое слово «казалось», то есть в прошедшем времени идея эта была хреновая. На подробное объяснение всего лора и хронологии «Фейт» уйдут долгие часы. Только гляньте на страницы из энциклопедии! Это не страница энциклопедии, это чёртова ранабе! Лор Сейбр! История о том, как баба из озера швырнула в меня меч, и я случайно стал ёбаным королём Англии. Так что это скорее длинная короткая версия. Или, вернее сказать, короткая длинная версия, или это средняя версия. Это оправдание бесчисленным часам, что я потратил на эту адскую дыру. Естественно, будут спойлеры. Но я постараюсь сосредоточиться на лоре и вселенной, и на месте каждой серии в хронологии. А не на происходящем в каждой серии по отдельности. Так что я надеюсь, не слишком испорчу вам впечатление, если вы решите... ...спуститься с нами в ад. Итак, с этим разобрались, давайте же начнём объяснение всея фейт. Ещё не поздно, Гарнт. Ты можешь просто выключить камеру и удалить файл, и никто ни о чём не узнает. Видите этого гигука? Это был гигук три месяца назад. Я откладывал съёмку три блядских месяца. Просто убейте меня уже. Эээ, три блядских месяца, будто по новой диссертации пишу. Добро пожаловать на мой Тед Ток. Знакомя вас с хронологией Фейт, я буду госплеить самого могущественного слугу за всю историю Фейт. Стива Дрочпса. Но перед переходом к хронологии мы должны пройтись по основным понятиям, чтобы вам всё было ясно. Первая на очереди — Акаша. Смотрите, Фейт существует в грандиозном мире с магией и магами, где можно призвать героев из прошлого, настоящего и будущего. Всё это проистекает из Акаши. Что такое Акаша? Акаша — это метафизическое место, существующее вне времени и измерений. Это источник всех событий, всех душ и всех вселенных. И я люблю заумные слова, чтобы казаться умным. Короче, за всё, что когда-либо случилось, и за всех, кого вы знаете, можете благодарить Акашу. Весь 2020? Спасибо, Акаша. Сама чедовая стримик песни Чак-Джак про Фортнайт? Спасибо, Акаша. Тот случай в классе, когда думал тихо пукнуть, но громко пёрнул, и все посмотрели на тебя, и твой мозг до сих пор напоминает тебе об этом перед сном? Иди нахуй, Акаша. Вместо шатковаткой временной шременной штуки... Это скорее шатковаткая временная шременная гуппи-галактическая изи-измеренческая рикетти-реальностная штука. Все временные ветки реальности существуют одновременно. То есть спин-оффов нет, все Фейт каноничны, жизнь прямолинейна, и дата грязной Тодзинси, где Минамото делает ара-ара-ора-ора-ора каноничной в какой-то реальности, и вы меня не переубедите! Вы со мной? Хорошо. Это важно, потому что конечная цель всех магов вселенной Фейт — это найти способ достичь корня Акаши. Но, Гикок, почему все маги хотят найти корень Акаши? Я рад, что ты спросил, вероятно запутавшийся зритель. Надеюсь, вы ещё не запутались, это только начало. Что ж, сейчас самое время поговорить о магической системе Насу Вёрст. Как все мы знаем, в этой вселенной существуют маги, владеющие чародейством. То есть магией. Верно? Неверно. Неправильно. Ошибочно. Заблуждаетесь. В голову не приходят никакие другие синонимы. Вы что, идиоты? Как можно было подумать, что магия и чародейство — это одно и то же? Гляньте на этого парня. Типичный обыватель, не видящий разницы между магией и чародейством. Не-не-не-не-не-не-не. Есть чародейство, жалкая имитация, Маргарин не верится, что это не магия, а есть тщедовая, истинная магия. Это топовая гурманская тема. Этой штукой пользуются настоящие маги. Такие штуки Гордон Рамзи пробует и говорит. Хм... Наконец-то. Нормальная магия. Но эта премиальная штука доступна только магам, которые видели Акашу. И когда кто-то получает ту или иную магию, этот путь к Акаше закрывается, и этой магией могут пользоваться только прямые потомки первого мага. По сути, ни у кого нет магии, и они стремятся к корню Акаши, чтобы не пользоваться плепийским чародейством из магазина «Всё по доллару». Блин, а что если третьим видом магии была сила создавать порно по фейт? Но что мешает магам попасть в мифическое место под названием Акаша? Что ж, есть такая вещь, как сила противодействия. Это защитный механизм, предотвращающий мировое вымирание. Земля на самом деле жива и наделена волей, но пока не думайте об этом. И сила противодействия состоит из двух частей. Коллективная бессознательная воля человечества к жизни — Алая. И воля самой планеты — Гайя. Онлайн. Почему это важно? Потому что сила противодействия — это мощные механизмы защиты, вроде способности призывать для самозащиты героических духов из истории Земли, которых мы называем «слугами». Звучит знакомо? Итак, она мешает всем, кто пытается добраться до Акаши, то есть губе галактического шатковаткого места, и маги должны найти обходной путь. Вы со мной? Вы всё ещё со мной? Хорошо. Если вы уже запутались, позвольте познакомить вас с самой почитаемой среди всего фэндома фейт-фразой со священными для нас словами. Не думайте об этом. Почему персонажи Фейт Стэй Найт подружески обедают вместе, вместо того, чтобы жестоко друг друга убивать? Не думайте об этом. Как работает отражение души? Не думайте об этом. Что такое Луна? Не думайте об этом. Нет, пожалуйста, не думайте об этом. Не спрашивайте меня о Луне. Я, блядь, не стану говорить о Луне! Подытожим. Есть Акаша. Временное, шременное губе галактическое, и Рикити — реальностное место, куда стремятся все маги. Чтобы использовать топовую гурманскую истинную магию. Единственное, что им мешает, — это сила противодействия, и они пытаются найти способ её обойти. Вам всё понятно? Это вся исходная информация, которую вам нужно знать. Перед началом хронологии. Господи, мы ещё даже про хронологию не начали. Изначально я хотел визуализировать хронологию, развесив предметы по стене и соединив их нитями, или типа того, как в меме «Филадельфии всегда солнечно». Но я довольно быстро понял. У меня нет таких больших стен. Поэтому я на фоне зелёного экрана. А не потому, что я плагиачу на Эки Джеки. Итак, начнём с самого начала. До появления магов, до появления слуг, до начала каких-либо войн Святого Грааля. Была эпоха богов. Да, оказывается, в самом начале Лора Фейт был период времени, когда боги ходили по земле вместе с людьми, существовали мифические существа, и я сейчас не шучу. Физики, судя по всему, в принципе, не было. Да, миром правила некая штука под названием «Таинство», и я без понятия, что это должно значить. Не думайте об этом. Я представляю, как древний человек выпускает из рук яблоко, физика пытается его уронить, но таинство такое «не-не-не». У нас так не принято. Яблоко улетает в ёбаную Нарнию. Но всё изменилось, когда напала цивилизация Сефар. Или просто Сефар. Следующий период времени называется «Распад». Титан Сефар вторгся и разрушил большую часть мира, и победить его удалось только могучим мечом под названием «Экскалибур». После нападения боги несколько ослабли, таинство начало увядать, и физика такая «Йоу». Так кто-нибудь уронит это яблоко? Что подводит нас к разделению. Богов немного взбесило, что они не смогли вернуться на землю, потому что ослабли, поэтому они создали Гильгамеша на две трети бога. Потому что богам, видимо, насрать на математику. Их намерением было сделать его ключом к объединению богов и людей. И для тех, кто не знаком со вселенной Фейд, как объяснить Гильгамеша? Вам знаком мем «Это что, какая-то крестьянская шутка, для которой я слишком богат?» Ну вот, представьте, если бы этот мем переродился в человека. Это Гильгамеш. В общем, он решает взбунтоваться, и боги такие «Не, этот парень!» «Этот парень не хочет нам подчиняться?» «Да нет, брось, ты нас подкалываешь, это розыгрыш!» «Ну же, где скрытые камеры? Я ведь нашел подстава, да?» И после этого боги больше не могли вмешиваться в дела людей. И с этого начинается эпоха людей. С нулевого года нашей эры численность людей резко возрастает, магию и чародейство заменяет наука, и, что самое важное, теперь существует физика, ребята! Ура! Я хотел купить хлопушку, но совсем про неё забыл. Аллен, ты можешь добавить на видео хлопушку, пожалуйста? Спасибо. Всё верно, к чёрту, это ваше таинство, у меня есть Е равно МЦ квадрат. Ну что ж, помните, в самом начале ролика я говорил, что франшиза Фэйт про так называемый Святой Грааль. Что ж, мы наконец начинаем разговор про Святой Грааль. Грааль считается всемогущим волшебным артефактом, исполняющим желания, но это... лишь от счастья, правда. В начале 19 века эпичные магические геймерши из семейства Айнсбернов нашли путь к корню Акаши, вместо дающей истинную геймерскую магию. Используя Святой Грааль, они призвали семь героических духов и принесли их к жертву. Используя собранную ману, они призвали еще более Великий Грааль, называющийся Великий Грааль, который давал доступ к корню Акаши. Но, конечно, все эти разные магические геймерши и геймеры не могли договориться, кто получит доступ к этой магии. Поэтому они решили собраться, чтобы решить... Можно даже сказать, что это была магия... ...собрание. Или, как это называется в мире Фэйт, Война Святого Грааля. Мы, наконец, подошли к хронологии всех войн на данный момент. Блин, не верится, я завалил мировую историю, но сейчас перескажу полную историю событий какой-то выдуманной войны. Итак, Первая Война Святого Грааля случилась в районе 1800-х. Тогда три основные семьи магов, Айнсберны, Тосака и Мато, не смогли договориться, кто получит доступ к Граалю. И они такие, «Ребят, у нас тут куча слуг простаивает». Турнирная арка, турнирная арка, турнирная арка, турнир... Турнирная! Едва ли это можно назвать полноценной войной, скорее, драка в три ночи в местном баре магов. Она закончилась, потому что всем надоело, и время закончилось. Потом была Вторая Война Святого Грааля в 1860-х при участии тех же сторон, но на этот раз все чутка ебанулись, потому что все поумирали и никто не победил. И будущие поколения такие, «Так, минуточку, а не нужны ли нам правила?» Женевская конвенция? Это что вообще нахуй? Затем была Третья Война Святого Грааля в 1930-х. В нее вмешалась церковь. Они типа такие, эм... Вы что, используете термин «Святой Грааль»? Бог, мы можем кинуть на это страйк? И все были довольны, стало кому следить за правилами. Церковь сказала, «Ладно, геймеры, мы хотим честной битвы. Не целиться в глаза, не бить ниже пояса и ради всего святого не призывать запрещенных слуг». Ну а Энсберны взяли и призвали запрещенного слугу. Они получили совершенно нового слугу по имени Ангро Майнью, он же Агро Манго. Он должен был стать суперкрутым, ультра-аверпавернутым слугой, что автоматом принес бы победу, но только лол прикол, он казался слабым и подох. И он был таким агрессивным, что Граалем отравился. Затем была Четвертая Война Грааля. В общем-то, это событие Фейт Зеро. Не буду спойлерить происходящего. И, наконец, Большой Сахарный Папочка, с которого началось все, о чем мы сегодня говорим. Пятая Война Святого Грааля, она же события Фейт Стэй Найт. Ее главный герой Широ сражается с помощью сил дружбы и ебли, то есть передачи маны. И Сиджайный Дракон до сих пор снится мне в кошмарах. Важно, что эта война развернулась минимум в трех временных ветках, потому что оригинальная Фейт Стэй Найт была визуальной новеллой с тремя разными рутами. Рут Судьба, рут Клинков Бесконечный Край и Прикосновение Небес. Или, если проще, есть рут Сейбр, рут Лучшей Девочки и рут Сакуры, где больше всего ебли, то есть передачи маны. Но это еще не все. Далее мы имеем Фейт Холлоу Атараксия. Это вроде как сиквел Фейт Стэй Найт, потому что происходит через шесть лет после тех событий. Вы можете спросить, за каким из этих рутов она следует, и ответом будет... Да. Одна из главных девочек Фейт Стэй Найт, Рин экспериментировала с магией, немножко косякнула, и, знаете, типа... полностью разъевала пространственно-временной континуум. Все параллельные вселенные слились вместе, и я знаю, о чем вы думаете. Это не похоже на небольшой косячок, это скорее похоже на... большой косячок. Но все хорошо, ведь она отлично смотрится в чулках. Главный герой — Маг Базет, которая умерла за кадром в оригинальной Фейт Стэй Найт. Теперь она жива, как и Ангра Майньо, он же Агра Манго. Они застряли во временной петле Дня Сюрка, переживая те же четыре дня снова и снова. Она должна найти способ сбежать, не перестав существовать, потому что она была мертва, и люди умирают, если их не существует. Поскольку большая часть новеллы происходит во временной петле, это по сути Фейт-версия Ре-Зеро, так что в сущности можно назвать ее Фейт-Зеро. Стоп. И знаете что? Это была практически вся флагманская серия Фейт. Мы сделали это, ребят! Это было несложно. Да, ребята, что мы пропустили? Бляк. Конечно, нам придется заполнить хронологию всем остальным медиа по Фейт, так что давайте искривим время вновь. О, боже мой. Ален, вырежь это нахуй. Ладно, начнем с Фейт-Апокриф. Хронология Фейт-Апокриф идентична оригинальной хронологии, пока мы не доходим до Третьей войны Святого Грааля, где хронология такая... Знаете что? Нацисты. Конечно, ебучие нацисты, куда же без них. Нацисты вступают в Третью войну Святого Грааля. Победителя не будет, потому что нацисты украдут Великий Грааль. И после этого трансильванский маг-нацист крадет Грааль у нацистов. А потом нацисты проигрывают Вторую Мировую, как обычно. Перематываем в будущее, и весь мир узнает о системе Великого Грааля, и каждая собака пытается смастерить свою дешевую подделку. И из-за этого трансильванский маг-нацист клянется вернуть в войне Святого Грааля ее былое величие. Поэтому он устраивает Великую Войну Святого Грааля. Я не шучу, оно так и называется. И теперь вместо семи слуг есть четырнадцать слуг, разделенных на две команды. Красные и черные. Все верно, это командный дезматч. Мы получаем сезон красных против черных, Мордорд горяча, а Астольфа заставляет натуралов усомниться в ориентации, и геев усомниться в ориентации, и лесбиянок усомниться в ориентации. А меня усомнится в приоритетах после траты четырехсот баксов на хер. С событиями Гитлер стейнайт закончили, и далее у нас в меню сегодня в меню у Эммии. Вы... Вы поняли мою шутку? Это вроде еще одна альтернативная концовка Пятой войны Святого Грааля, где, видимо, никто не умирает, и все бездельничают, готовят, играют в волейбол, все счастливы, и это канон, понятно? Место сериала в хронологии нигде не объясняется, но мне плевать. Все счастливы, а каша красава. Это канон. Для меня это реальность, в которой кто-то попытался играть в визуальную новеллу Фейт, но заскучал через 5 минут чтения слов и просто ушел. И не вернулся. И все персонажи, не зная чем заняться, просто веселятся в ожидании начала Войны Святого Грааля. Вот что случилось. Это реальность, в которой Сидог Вей пытается играть в Фейт. Ладно, я просто нарисую пузырь Фейт Стэй Найт, а потом включу в этот пузырь Фейт Тайгер Колиссиум и Фейт Анлимитид Кодз, потому что это просто файтинги, и они и без того выпивали друг из друга все дерьмо в сериале. Так что, думаю, это филерные эпизоды, которых нам не показывали. Еще есть Фейт Школьная Жизнь, что-то типа спин-оффа в жанре повседневность во вселенной Фейт, где также есть персонажи Атараксии. Так что, наверное, это куда-то сюда. Вам заметно, насколько я сейчас не уверен? Досье лорда Эль Миллоя. По сути, это CSI-магия, разворачивающаяся после Фейт Зеро, но до Фейт Стэй Найт с Вейвером из Фейт Зеро в главной роли. Только Вейвер превратился из папочка. Наступи меня в... О-хо-хо-хо! Наступи на меня, папочка! Ладно, мы добрались до мужицких штук. Фейт Диджей Халетт, лайнер призма Илия, это спин-офф, где Илия становится девочкой-волшебницей, и вместо призыва слуг девочки-волшебницы используют волшебные карты, чтобы получать силу слуг. Еще тут есть волшебная говорящая палочка, но не думайте об этом. Прежде чем углубиться во франшизу Фейт, я думал, что это простой спин-офф, не имеющий отношения к основной вселенной. Однако нет! Мало того, что это прямое ответвление основной временной линии, у него есть еще две отдельные вселенные в рамках собственной вселенной. Это гребаная мультивселенная Илии! И в начале мультивселенной Илии... Вообще нету Илии! О боже, я очень люблю тебя, Фейт, но как же ты обожаешь все усложнять! Ладно, я объясню, как смогу, так что слушайте. Первая вселенная подробно показана в полнометражке «Клятва под снегом» в главной роли девочкой Мию, отсюда и название вселенной Миюверс. Потому что ее зовут Мию, и она ребенок бога, не думайте об этом. Я приютил Шира, а затем разразилась еще одна война Святого Грааля, но не обычная война Святого Грааля, а война Святого Грааля Эйнсвортов. Угадаете, почему она называется «Война Святого Грааля Эйнсвортов»? Не устроили Эйнсворты! Шира отправляет Мию в альтернативную вселенную, которую мы зовем Илияверс, где все радужно и солнечно. Там четвертая война Святого Грааля не случилась, и Кирицуго был отцом года. Милые девочки занимаются милыми вещами, милые девочки занимаются волшебными вещами и занимаются друг другом. В этой вселенной происходит и первый, и второй сезон девочки-волшебницы Илии, но потом третий сезон прыгает назад в Миюверс. Если это по-вашему запутывает хронологию, то как насчет этого небольшого факта? В оригинальной «Фейт Стэй Найт» или... 18? 18! Она старше, чем Широ. Но в Илияверсе она была в том же возрасте, когда ход событий разветвился. То есть, теоретически, ее возраст должен быть таким же, каким был «Фейт Стэй Найт». Но это не так! И сериал очень ясно дает нам понять, что ей меньше 18! Так что из этого, Фейт? Что из этого я должен знать? Я бы сказал, не думайте об этом. Но уверен, ФБР этого так не оставит. Ладно, уходим нахуй от этой легально сомнительной ситуации. К Фейт! Также известной как вселенная Фейт Экстра. Это ответвление идет от четвертой Венеси Туаграиля и реальности агроманга, где из мира исчезает вся манна из-за некого... события. В 2030-х все маги становятся хакерами и пытаются взломать Луну, потому что на Луне есть суперкомпьютер, который там разместили инопланетяне. И внутри этой Луны суперкомпьютеры есть целый цифровой мир. И Луна-суперкомпьютер проводит войну Святого Грааля в виртуальной реальности, потому что на самом деле она живая. Я не осознавал, как нелепо это звучит, пока не зачитал вслух. Не! Думайте! Об этом! Да, оказывается, Луна до хрена всего знает и Луну можно взломать. И на ней есть оригинальный Рин, Сакура и Кире из оригинальной Фейт Стей Найт. То есть не оригинальный Рин, Сакура и Кире из оригинальной Фейт Стей Найт. Вы что, тупые? Это просто персонажи, которые выглядят, говорят и одеваются точно так же. Но они отличаются. Вас это волнует? Потому что меня нет. В общем, есть Фейт Экстра, игры Фейт Экстра Трипл Си, а ещё есть аниме. Фейт Экстра Последний Выход на Бис в собственной временной линии. Время действия трёхтысячный год. И пра-пра-пра-пра-правнучка Рин. Бля, это просто Рин. Фейт Гранд Ордер. А вас же не заставляете меня объяснять Фейт Гранд Ордер. Ладно, теперь мы и впрямь в аду. Фейт Го это мобильная гача с несколькими аниме-адаптациями. Первой войны Святого Граали не случилось, и мир по какой-то причине путешествовать по разным моментам истории, чтобы починить ебучую реальность. Каждый требуемый ремонта момент называется сингулярностью. Представьте себе Фейт Назад в Будущее только с семью сиквелами каждой со своей временной веткой, где вы не хотите трахать свою маму. Вы хотите перетрахать всех слуг. Ладно, для наглядности думаю, будет проще, если я нарисую хронологию Фейт Го. А здесь в собственном уголке Фейт Прототип. Это Фейт, какой изначально задумывал кино Сунасу, и король Артур тогда реально был парнем? Да, да идите вы к черту со своими историческими неточностями. По сути, это не существующий проект, потому что он ограничивается 12-минутным трейлером, нарисованным чисто для фан-сервиса. Что становится еще более странно с учетом существования Фейт Прототип Осколки Синевые Серебра. Это приквел к Фейт Прототип. Они сделали приквел, полноценный приквел в виде Ранабе для 12-минутной рекламы. Они серьезно думают, что фанаты настолько ждут контента? Тайпмун реально такие, давайте, фанаты Фейт, откройте рот пошире. Ах, контент. Дайте что угодно. И у этого приквела практически не существующего проекта есть побочная история Фейт Лабиринт. Побочная история. Вот почему фанаты Цуки Хими в шаге от самоубийства. Как можно понять, эта фраза написана несколько месяцев назад, ведь... Да, охуенно девки пляшут. И все это могло бы быть полностью альтернативной вселенной, ничем не связанной с оригинальной вселенной, но вот нихрена. Один из персонажей видит сон, который связывает эту вселенную со вселенной Фейт Стэй Найт. Да? Это буквально канонизация сном. Ладно, вроде приближаемся к концу. Далее идет Фейт Странная Подделка. Эта серия Ранабе действий происходит после Пятой войны Святого Грааля в Америке, где проводят свою войну Святого Грааля со шлюхом и Блэк Джеком. Написана она авторами Баконо. На момент записи мы не знаем, входят ли они в основную вселенную или это альтернативная вселенная, зато мы знаем, что там есть слуга-наблюдатель, представляющий из себя долбаного кита в небе. Извините, должно быть, я пропустил легенду про долбаного летающего кита, спасающего землю. Освободитель Вилли считается за легендарного исторического героя. Фейт Тайп Редлайн, Токио 1940-х, нацисты теперь снова за свое, как и японские военные на этот раз. Это Третья Война Грааля без видимых связей с другими войнами и эта манга нарисована мангакой истребителя демонов. Фейт Реквием, про нее мало что известно, потому что пока нет официального перевода, но известно, что события развернулись в будущем, после Войны Святого Грааля и у всех откуда-то есть свои собственные святые Грааля. А еще тут есть новый слуга по имени Вояджер и походу это космический зонд Вояджер. Однако, я нихуя не понимаю, как космический зонд стал слугой. Тем более блондинистым Шотой. Тем более блондинчиком Шота, космическим зондом и слугой. Не говорите мне не думать об этом, потому что я и так не думаю. Вы видите, насколько меня это не волнует? Это меня не волнует! Ну серьезно, как, блядь? И, наконец, в пузыре, который внутри своего пузыря, внутри своего ебучего измерения карнавальный фантазм. Тут персонажи Фэйт и персонажи из других работ Насу просто зависают вместе, видимо. Полная бессмыслица и без понятия, где это по хронологии. Думаю, это реальность в пузыре, когда Акаша наебенилась. И на этом все. Это долгая версия. Типа, Э, ну Гигука, как же остаток Насу Верс, про нее ты тоже расскажешь? Как насчет нет? Изначально я задумывал грандиозное видео, где рассказал бы обо всем смешном и нелепом, что узнал про лор Фэйт в целом, но когда я начал, то мне пришло осознание. Только на объяснение ебаной хронологии уйдут 20 минут. Так что, знаете что? Возможно, это лишь первая часть многосерийной лекции из Ада. Потому что самое худшее в Фэйт то, что пройдясь по всем реальностям, собрав полную картину лора, потратив слишком много времени на медиа по Фэйт и чтение многочисленных статей в разных вики... Все выглядит довольно осмысленно. О боже, я теперь и правда понимаю эту схему. Вся хронология это на самом деле самая простая часть лора Фэйт. Фэйт это бездонная дыра, становящаяся тем мрачнее и темнее, чем глубже вы спускаетесь. Люди задаются вопросом, что на дне бездны из созданного в бездне? Ебаный вход в дыру Фэйт, вот что! Хотите реально короткую версию новоприбывшие? Посмотрите любое из этих двух, а потом это. А потом смотрите всё, что, блядь, захотите. Или знаете что? В пизду всё это. Начните со спин-оффов, начните с поцелуя лесби Лоли, начните с лучшего повара Фэйт, начните хоть с дадзинси, вообще похуй. Только игнорируйте бурю дерьма, что сейчас бушует в комментариях. В действительности не важно с чего начинать. Если что-то кажется вам интересным, то вперёд. Проблема в том, что многие люди одержимы оптимальным и идеальным порядком просмотра и чтения, и при этом забывают, что если тебе понравилось и ты увлечёшься вселенной Фэйт, то не поебать ли в каком порядке это смотреть? Слушайте, мемы мемами, и пусть лор Фэйт сложный и запутанный, но это потрясающая франшиза. Это сериал с удивительными боями и бескомпромиссным экшеном и волшебными моментами, которые трогают до глубины души. А ещё тут Томас Эдисон в облике льва. Если вы добрались до конца этого видео, ничего не зная о Фэйт, и это видео убедило вас таки попробовать... Да что с вами, блядь, не так? Это? Это заинтересовало вас в Фэйт? О боже, почему вы не послушали меня в первый раз после короткой версии? Знаете что? Нахуй. Хватит. Хватит? Я закончил с Фэйт. Я буквально сойду с ума.